Чтобы не попасть в неприятную ситуацию за границей, лучше заранее ознакомиться с правилами и подводными камнями. Я подготовил для вас чек-лист законов и норм поведения, которые лучше не нарушать. Начнем с норм поведения и вашего внешнего вида. Конечно, в европейских странах на нарушение правил могут не обратить внимание, но только не в мусульманских. Часть нарушений может повлечь за собой не только штраф, но побивание камнями и тюремное заключение. Девушкам запрещено ходить в короткой облегающей одежде, загорать топлес. В озерах Индии нельзя купаться без одежды. Особые правила внешнего вида касаются посещения храмов. Одежду и головные уборы нужно подбирать тщательно. Поведение в общественных местах. В Индии мужчинам запрещено прикоснуться к женщинам в тех самых общественных местах. В мусульманских и азиатских странах не приветствуется публичное проявление чувств. За поцелуй в общественных местах Индонезии можно получить тюремное заключение до 10 лет и баснословный штраф. В мусульманских странах нельзя даже говорить о людях с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Курение и употребление алкоголя в общественных местах. Конечно, где-нибудь в Великобритании вы можете с легкостью встретить возле пабов дядечек и тетечек, распивающих пинты пива. Но вы должны знать, что в части стран Евросоюза, США, Канаде, Арабских Эмиратах и Израиле, введен полный запрет или ограничение на курение и употребление алкоголя в общественных местах. И несмотря на то, что европейские страны объединяет зона Шенген, правила для приезжих туристов в каждой стране могут отличаться. То же самое касается и Америки. Правила в городе Греха Лас-Вегаси могут отличаться от правил в Нью-Йорке. Если в Европе можно отделаться штрафом, пусть и большим, то в мусульманских странах можно получить и тюремное заключение до двух лет. Фото и видеосъемка. Конечно, с развитием Инстаграма и Ютуба каждый второй у нас блогер и фотограф. Но тем не менее, в большинстве стран не разрешается проводить фото и видеосъемку. И вот места, где лучше этого не делать. Стратегические государственные объекты промышленного и военного назначения. На летных полях, аэропортов и аэродромов. Трампортных магистралях и туннелях. Особенно касается США. Во многих храмах и мечетях также запрещено фото и видео. Возле изображений Будды в Малайзии и Таиланде. У дворцов правительства, домов шейхов в Объединенных Арабских Эмиратах и президентских дворцов. В большинстве мусульманских стран запрещено фотографировать людей без их согласия. А в Европе произведение искусства со вспышкой, которое может им навредить. Вывоз культурных ценностей. За вывоз культурных ценностей вам грозит большой штраф или тюремное заключение. Российским туристам запрещено вывозить. Из Египта. Кораллы, крокодили, чучело, раковины и слоновьи кости. Драгоценные украшения, чья стоимость превышает 3000 долларов. Из Таиланда. Драгоценные камни и металлы без документов, подтверждающих покупку. Большие статуи Будды, кроме кулонов и подвесок. Из Турции. Драгоценности, стоимость которых больше 15 тысяч долларов. Мальдивы. Акулии, челюсти и кораллы вам также запрещат вывозить. Из Индии. Рупии и предметы антиквариата старше 100 лет. Куба. Больше 23 сигар без товарного чека, живых черепах и крокодилов, включая чучело и изделия из кожи. Сейшелы. Изделия из черепашьих панцирей, кокосы определенных сортов и кораллы. Бразилия. Животные, их чучело и изделия из них. Кения. Национальную валюту. Шиллинги. Чучело животных. Изделия из слоновьей кости. Бриллианты. Япония. Мечи катана. Боевые. Сувенирные можно. Ну и наконец, к странным законам. Все мы знаем, что незнание закона не освобождает от ответственности. Поэтому перед поездкой лучше изучить то, за что можно получить штраф или тюремное заключение. В Венеции запрещено кормить голубей. Ну, хоть я не раз это и делал. Купаться в фонтанах, ходить по улицам без рубашки и есть сэндвичи на пешеходных переходах. В Германии нельзя идти пешком по трассе и останавливаться на автобане. Шла фрау Саша по шоссе и сосала... Ладно, мы не об этом. В УАЭ нельзя пить и есть в общественных местах во время Рамадана. В Таиланде нельзя ездить на мотоцикле с голым торсом. Ну, а кого вы хотите удивить? В Франции и Англии запрещено целоваться на железнодорожных вокзалах. Что за бесчувственные люди? В Гренаде запрещено ходить в купальном костюме в общественных местах. Когда это, я в последний раз собирался в Гренаду. А я вообще не собирался в Гренаду. В Сингапуре не стоит кормить птиц. Жевать жевательную резинку, плевать и не спускать воду в общественных уборных. А ну-ка, кто у нас здесь ходил в общественную уборную и не спускал воду за собой? В Америке за выбрасывание мусора на дороге вам грозит штраф в 1000 долларов. В Японии также за выброшенный на улицу окурок вам грозит бешеный штраф. Ну, а если вы у нас строгий родитель, то знайте, что в Финляндии запрещено кричать на детей. Поэтому, если вы приехали в Финляндию с этими целями, знайте, что вам грозит штраф. Если вам понравился данный выпуск, поддержите его лайком, это помогает нашему каналу в развитии. Если по воле случая вы еще не подписались на мой канал, то обязательно сделайте это. Впереди много всего интересного из мира путешествий. Не забудьте также подписаться на мой второй канал Smaps Education, где я выкладываю много всего интересного из мира зарубежного образования. Ну и, конечно, я есть в Инстаграм. Заходи, будем дружить.